С 30-х по 90-е годы 20 века лесозаготовка была самой масштабной отраслью Соликамского края, расположенного на севере Пермской области. Соликамское управление исправительных учреждений АМ-244 имело 5 лесовозных узкоколейных железных дорог – Сурмагская, Симская, Пудвинская, Пильвинская и Чепецкая. Первыми в конце 30-х годов были открыты Сурмагская и Симская УЖД. В начале 40-х годов Усалак начал строительство еще двух узкоколейных дорог – Кушманской и Чепецкой. Они начинались в колониях Кушмангарт и Чепец, расположенных на берегу Камы более чем в 100 километрах к северо-западу от Соликамска за Черденью. В 1956 году началось строительство пятой узкоколейки – Усалага-Пудвинской. Учреждение АМ-244 делилось на несколько ОИТК – отделений исправительно-трудовых колоний, в состав которых входили многочисленные лесные колонии. В 80-х годах таких отделений было 6 – ОИТК-1, поселок Сим, ОИТК-2, поселок Пильва, ОИТК-7, поселок Красный Берег, ОИТК-9, поселок Чепец, ОИТК-14, поселок Усть-Сурмак и ОИТК-16, поселок Ольховка. В середине 80-х годов наряду с УЖД колонии начали организовывать вывозку леса автотранспортом. Лесовозные автодороги появились во всех отделениях, кроме Чепца. А Ольховка была единственным отделением, не имевшим УЖД. Для вывозки леса здесь изначально была построена лесовозная автодорога. Чепецкое УЖД было последнее в учреждении АМ-244, по которой еще в 2009-2011 годах вывозился лес. Станция Озерная расположена в самом поселке Чепец. Она состоит из пяти путей. Диспетчерская в два этажа покрашена в белый цвет, выделяется среди серых строений. Отсюда отправляется порожняк наверха, где ведется заготовка леса. Сюда прибывают груженные лесом составы. Здесь составы распределяются на части и подаются на производственные объекты для разгрузки. Немного из истории Чепецкой УЖД. В сороковые годы лакотделение с центром в Бондюге включало в себя несколько лагерей. Тимшир, Чепец, Мазуня, Ильинка. Заготовка леса велась вдоль берегов лесных рек, по которым был организован сплав в Каму. В 1952 году старые лагеря были ликвидированы. Образован новый Чепец, ставший центральным головным лагерем. К этому году закончилось строительство магистрали УЖД от станции «Озерная» поселка Чепец до 31-го километра, где возник поселок Глубинный. Второй этап строительства УЖД был осуществлен спустя несколько лет. В 1955-56-х годах на 46-м километре УЖД возник поселок Чепецчанка. В 70-х годах магистраль была достроена до 72-го километра, где появился поселок Касева. В то же время в связи с перемещением района лесозаготовок был ликвидирован поселок Глубинный. От магистрали дороги ответвлялось несколько довольно длинных веток. Лесозаготовка шла по тайге сплошной волной, вырубая квартал за кварталом, приближаясь к границе с Коми. В 90-х годах выделенный лесфонд подошел к концу. На севере республика Коми, на западе владения леспромхозов Коми Пермятского округа объем заготовки стал резко падать. Невыгодно стало содержать лесные колонии. В 1999 году была ликвидирована колония в Чепецчанке. В 2004 году ликвидирована колония в Касево. Немного о технологии лесозаготовок. К каждому лесному участку от магистрани прокладывалась отдельная ветка УЖД. От ветки к каждому лесозаготовительному кварталу подводился УЗ УЖД. В квартале бензопилами производилась валка леса. Срезались ветви и обрезалась вершина сваленного дерева. Трелевочный трактор свозил хлысты деревьев к УСУ УЖД в места погрузки. К месту погрузки подавался порожняк. Сцепы УЖД. Погрузка хлыстов на сцепы производилась несколькими способами. Тракторным погрузчиком, бревносвалом с помощью лебедки, тракторной лебедкой. На каждом УСУ загружалось по несколько сцепов. Загруженные сцепы свозились на основную ветку. Формировался состав по 10-15 сцепов. Магистральный тепловоз ТО-8 вывозил состав с лесом на основную магистраль и далее до станции Озерное на головном поселке Чепец. После приемки леса состав распределялся на части и подавался к местам раскрышевки хлыстов. Такими были объект Омут, на берегу реки Южная Кельма, объект Нижняя Биржа на берегу реки Кама, объект Пески на берегу реки Кама и объект Ангар. На объекте Омут было два разделочных участка, где производили раскрышевку хлыстов хвойных пород на ассортименты. Это бревна, крыжи, рудстойки. В зимнее время бревна укладывали с штабеля на берег реки Кельма с помощью лебедок. Весной по большой воде, когда река войдет в берега, начиналась сброска леса в реку лебедками. Бревна плыли по реке Кельма и далее по реке Кама молевым сплавом. В летнее время разделка производилась на участке, расположенном вблизи крутого берега реки. После замера и приемки бревна сбрасывались сразу в реку. На объекте Нижняя биржа это был самый большой объект. Производилась раскрышевка хлыстов хвойных пород на ассортименты. Это бревна, крыжи, рудстойки. Бревна хвойных пород после приемки и сортировки укладывались в штабеля на берег реки Камы с помощью лебедок. Всего было три разделочных участка хвойной древесины. На каждом участке по три площадки. Каждый участок отдельно штабеливал свою древесину по несколько тысяч кубометров. Также на каждом участке стояла пилорама, которая распиливала пиловочные бревна на доски, брусья разного сечения. На участке промпродукции, что находился в самом начале нижней биржи, были свои разделочные площадки, где производилась раскрыжевка хлыстов лиственных пород на тарные крыжи, лыжные крыжи, дрова, раскрыжевка хлыстов хвойных пород на пиловочные бревна. Из крижей лиственных пород в тарных цехах на круглопильных станках выпиливалась тарная доска для плодо-овочных ящиков. Пиловочные бревна хвойных пород распиливались на пилорамах лесопильного цеха на туски и брусья разного сечения. Из березовых дров выжигался древесный уголь в специальных выжигательных печах. Тарная доска упаковывалась в пачки. Пачки укладывались в специальные барабаны. Доски и брусья упаковывались в пакеты. И все это складировалось на пирсе промпродукции. На объекте пески, что находился в километре за нижней биржей, производилась раскрыжевка хлыстов в основном лиственных пород на бревна разного назначения. В большинстве это баланс для соликамского бумкомбината. И частично раскрыжевка хлыстов хвойных пород для подплава. Бревна с помощью сплоточного агрегата собирались в пучки и укладывались на пологий берег реки Камы в пески. Из этих пучков формировались плоты. Весной по большой воде приходили плотоводы и забирали сформированные на песках плоты. Переправляли эти плоты вниз по реке Кама. Соликамский бумкомбинат. На нижней бирже к пирсу пришвартовывались сухогрузы типа Волга-Дон и сплавной кран. Вся продукция складированная на пирсе пиломатериалы, брусья, барабаны старной доской отгружались на сухогрузы. Груженные сухогрузы спускались вниз по Каме в пункты назначения до Волги и Каспия. Когда Кама входила в берега открывался сплав. Бревна, что уложены в штабелях, на берегу начинали лебедками сбрасывать в реку. Бревна плыли молевым сплавом вниз по течению. Внизу по течению в нескольких десятках километрах находился Керчевский сплавной рейд. Лес плыл по Каме начиная с Верхнекамского района Кировской области, Гаинского района, Косинского района, Чердонского района Пермской области. Керчевский сплавной рейд сортировал бревна, затем формировал пучки, из пучков собирались ленты. Ленты переправлялись ниже по течению в Тюлькинский сплавной рейд, где из лент формировались большие плоты. Плоты плотоводами отправлялись вниз по Каме, переправлялись через шлюзы ГЭС, проходили по Волге на перевалочные базы Саратова, Самары, Волгограда и доходили до Каспийского моря. Вернемся к Керчевскому сплавному рейду. Поселок Керчевский возник в 1930-х годах с развитием лесной промышленности на северо-востоке Кировской области и северо-западе Пермской области. Здесь был создан сплавной рейд. Ежегодно весной на реке устанавливалась генеральная запань, которая могла принять 120 тысяч кубометров леса. От ворот запани вниз по реке тянулись на плавные сооружения из бонов, водные коридоры, сетки для сортировки древесины. Выше генеральной запани Керчевского рейда на протяжении нескольких десятков километров располагались вспомогательные передерживающие запани. В них хранились сотни тысяч кубометров древесины. За сутки рейд перерабатывал до 70 тысяч кубометров леса, а за сезон до 4 миллионов кубометров. Рейд не прекращал работу ни днем, ни ночью. Молодежь приезжала на работу с разных регионов страны. Канадские специалисты были очень удивлены огромным размахом Керчевского сплавного рейда. Это был самый крупный сплавной рейд в мире. В 1995 году в стране запретили молевой сплав. Разрешили сплав древесины только плотами. Сплавной рейд прекратил свое существование. Так выглядит место бывшего сплавного рейда в настоящее время. В связи с запретом молевого сплава в 1995 году Чапецкое отделение столкнулось с проблемой доставки лесоматериалов к месту потребления. В 1996 году началось строительство дороги Бондюк-Чапец. В 1997 году дорога была построена. Через реку Пильва был построен капитальный мост. А вот через реку Южная Кельтма капитальный мост строить не стали, обосновывая тем, что поселку Ольховка, который находился выше по течению, нужно было доставлять провиант и ГСМ по реке баржами, а мост поэтому препятствовал. Капитальной круглогодичной дороги с Бондюком Ольховка не имело. В весеннее половодье через Кельтму автомашины переправлялись на понтоне с катером. Когда вода сходила, понтон устанавливался в узком месте и крепился тросами. Так создавалась переправа через Кельтму, которая стояла до следующего половодья. Раньше до строительства дороги люди из поселка Чапец выбирались несколькими видами транспорта. Авиаперевозка с самолетом Ан-2. Ан-2 в зимнее время менял колеса на лыжи. В салоне самолета размещалось 12 пассажирских мест. Долететь можно было с аэропорта Чапец в аэропорт Березняки за 45 минут, а в аэропорт Бахаревка в Перми за полтора часа. В 2001 году аэропорт Березняки полностью прекратил пассажирские перевозки. До соседнего поселка Бондюк добирались водным транспортом, моторными лодками, катерами КС-100. А в весеннее время по большой воде на быстроходном судне Заря можно было доехать до пристани в Боровске. В зимнее время строились ледовые переправы через реки Южная Кельтнова и Пилева. Так создавалась автомобильная дорога. Вернемся к Чапецкой УЖД. Станция Озерная. Осень 2009 года. Отсюда мы совершим виртуальное путешествие по УЖД до станции Чапецанка. Грузимся в тепловоз 108. Сзади тепловоза прицеплена платформа с провиантом для рабочих на заготовке леса. Начинаем движение по основной магистрали. проезжаем переезд через дорогу ведущую к тепловозному депо. Останавливаемся ненадолго напротив депо. Осматриваем территорию. Рядом с депо стоят три рабочих тепловоза и одна СУ. На запасном пути стоит нерабочий тепловоз с прицепленным снегоочистителем. Возвращаемся к тепловозу и продолжаем движение по основной магистрали. Проезжаем переезд через автомобильную дорогу на Бондюк. Проезжаем небольшой мост через первую коросту. Проезжаем мост через вторую коросту. Движемся по прямой. Подъезжаем к мосту через небольшую речушку третью коросту. Останавливаемся ненадолго. Третья коросту самая широкая из трех. Она берет начало с болота дикое, которое просто огромных размеров. Ниже по течению вторая и третья коросты соединяются и дальше впадает в реку Южная Кельтма. Ну а мы движемся дальше по длинной прямой. Проезжаем первый разъезд на седьмом километре. Он еще называется Брусничный. В этих местах созревает много брусники. Отсюда и такое название. Много здесь различных грибов растет. Движемся дальше по прямой. Проезжаем небольшое болото с левой стороны. Внезапно останавливаемся на одиннадцатом километре. Забурились. Осматриваем левый рельс лег навок. Процесс разбуривания кропотливый и долгий. тем временем сзади подъехали местные жители грибники и ягодники на легких дрезинах. Ну а мы движемся дальше. Виртуально без тепловоза. Тепловоз остался позади. Проезжаем длинную прямую. подъезжаем Делаем крюк по кривой. Подъезжаем к мосту через реку Тимшир. Слева Слева стоит вагон и платформа бригады дорожников. За вагоном будка смотрителя моста. Останавливаемся на мосту 16-й километр магистрали. Река Тимшир протекает под мостом. Она впадает в южную Кельтму. Мост длиной больше 100 метров стоит на деревянных сваях. Сваи высокие. Некоторые свежие. Фрагментарно замененные на новые. Выглядит мост внушительно. Особенно если смотреть с реки. Продолжаем виртуальные движения дальше. Через километр проезжаем старый песчаный карьер с правой стороны. Разработанный еще в 40-х 50-х годах. Проезжаем разъезд в Чимширский на 17-м километре. Останавливаемся на выезде с разъезда. Здесь стоит будка смотрителя дороги. Дожидаемся тепловоза. Тепловоз забрал на Тимширском мосту бригаду дорожников. Они сидят на платформе. Движемся дальше. Проезжаем небольшое болото с левой стороны. тормоза. Дорога делает несколько кривых. На коротких прямых видно, с какой периодичностью заменялись старые деревянные шпалы на новое. Далее с правой стороны виднеется речка Чепец, которая впадает в Тимшир. На 23-м километре разъезд Бельщик. Подъезжаем к жилому вагону дорожников. Останавливаемся. Два человека встречают тепловоз. Василий Бугаков, путевой мастер, разговаривает с рабочими. Ранее летом в этом месте Василий Бугаков рассказывал туристам из Москвы Сергею Костыгину, администратору сайта переезд, а Чепецкое УЖД Ее устройстве, протяженности, истории. После короткой беседы с дорожниками отправляемся дальше. Только тронулись, немного проехали и опять вынуждены остановками. Снова забурились. Выходим из тепловоза. Осматриваем место схода с рельса. Пока машинист и кондуктор устанавливают тепловоз на рельсе, делаем общее фото ребят с дорожной бригадой. Продолжаем виртуальные движения дальше. Проезжаем небольшой мост через речку Бельщик, которая впадает в речку чапец. После протяженной прямой подъезжаем к месту погрузки леса на сцепы. Делаем остановку. Узнаем обстановку на объекте. В каком состоянии рабочая техника. Это 27-й километр. Здесь в ближайшем квартале идет заготовка леса. Этот квартал последний, в котором остался лес. Заготовка в нем предполагается на год полтора. С левой стороны небольшой вуз для порожняка под погрузку леса. Рядом стоит трактор со специальной стрелой для погрузки древесины. Чуть подальше стоит трелевочный трактор, который подвозит древесину с места валки леса. Ближе лежат обрезанные вершины хлыстов, не вошедшие в сцепы по длине. Трогаемся дальше. Только тронулись и снова забурились. Не дожидаясь разбурования, продолжаем виртуальное движение дальше. Через 500 метров влево уходит рабочий уз к кварталу, где ведется валка леса. Едем дальше, еще через 500 метров. Стоит вагон. Чуть подальше влево, на небольшом усу. Стоит в состав из шести вагонов и одной будки на платформе. Здесь живут заготовщики леса. Сюда они переехали недавно с 31 километра. Еще летом они вели заготовку леса там, на рабочем усу 31 километра, за высшим поселком глубинный. Тем временем тепловоз с дорожниками подъехал к усу, на котором стоит состав с вагонами. Это 28 километр. Ребята дорожники делают еще одно фото на память. Платформа с дорожниками остается на этом месте. Ну а мы отправляемся дальше. после коротких кривых выезжаем на длинную прямую. В конце прямой выезжаем на разъезд 31 километра. Это бывшая станция поселка глубинный с названием Чипец. Справа стоит платформа с железной будкой. На выезде справа рядом с дорогой стоит старый вагон. Влево уходит рабочая ветка. Там немного подальше располагался бывший поселок глубинный. После короткой остановки движемся дальше. Немного проехав делаем остановку на мосту через речку Чипец. Это 32 километр. Справа у моста стоит будка смотрителя моста. Мост небольшой по сравнению с Тимшинским мостом, но и речка Чипец намного меньше Тимшира. После недолгого осмотра моста продолжаем движение дальше. Проезжаем по прямой приличный участок дороги. Через три километра начинается кривая 35-го километра. Опасный участок дороги. Слева протекает речка Чипец. Дорожное полотно проходит по самому краю берега реки. В этом месте часто размывается песчаная насыпь. текущими сверху ручьями после сильных дождей и весенними талыми водами. Дальше начинается дорога из сплошных кривых. Через три километра выезжаем на разъезд 38-го километра. Здесь находилась станция вторая глубинная. С левой стороны стоят два вагона и платформа с деревянной будкой. В них живет бригада рабочих, разбирающих дорогу. Продолжаем движение. С правой стороны остался след от бывшей ветки, ведущей к когда-то рабочим кварталам заготовки леса. Останавливаемся на мосту. Еще один мост через речку Чепец. Движемся по прямой. Затем начинаются продолжительные кривые. уезжаем на короткую прямую. Впереди стоит дрезина. За ней с обеих сторон лежат разобранные рельсы. Дальше дорога разобрана. Это сорок четвертый километр. До станции Чепечанка остается два километра. Продолжаем виртуальный путь по разобранной дороге. Через два километра уезжаем на разобранную станцию Чепечанка. Это сорок шестой километр. Проезжаем через всю станцию до конца. Останавливаемся. Дальше двигаться не будем. Где-то там вдалеке на 72 километре остался поселок Касева. С правой стороны от станции на небольшом удалении находится поселок Чепечанка. Здесь мы видим разрушенные строения. Дальше вглубь поселка не пойдем. Там есть еще целые дома. Остались проживать два жителя. Разворачиваемся обратно. С правой стороны стоит здание. Путка станционного смотрителя. Летом здесь еще стояли вагоны с рабочими, разбирающими дорогу. Начинаем движение в обратном направлении. Движемся по разобранной дороге. Доезжаем до начала дорожного полотна. Стоит дрезина оставшихся жителей поселка Чепечанка. Едем дальше. Навстречу нам на 42-м километре показался тепловоз. Садимся в тепловоз, движемся дальше. выше. доезжаем до разъезда 35-го километра. Делаем остановку. Фото на память с бригадой рабочих, разбирающих дорогу. Продолжаем обратный путь. проезжаем опасный участок кривой у речки Чепец. Проезжаем разъезд 31-го километра. Проезжаем вагон на 28-м километре. Проезжаем УЗ 27-го километра. И вот мы на месте погрузки. Погрузка идет полным ходом. Несколько сцепов уже загружены хлыстами. Несколько платформ загружены дровами. Состав сформирован. И мы отправляемся на головную станцию. Въезжаем на разъезд 17-го километра. Тепловоз делает маневры, оставив состав с лесом на объездном пути. Через некоторое время продолжаем движение. Выезжаем на Тимширский мост. Движемся по мосту. Так выглядит состав с лесом, проезжающим по мосту. Проезжая мост, кто-то из рабочих закругивает на холю в тепловоз. Движемся дальше. Выезжаем напрямую. Поворот и еще одна прямая. И вот мы подъезжаем к станции Озерное, поселок Чапец. Выезжаем на станцию по прямой, на главный путь. Делаем остановку. После приемки леса двигаемся к месту выгрузки древесины. Это производственный объект Ангар, который находится в километре от станции. Доезжаем до Ангара. Объект Ангар построили позже других объектов. К этому времени, октябрь 2009 года, остался только он. Объект Омут закрыли еще в 1990 году. Объект Нижняя Биржа закрыли в 2000 году. В том же 2000 году был закрытый объект Пески. На объекте Ангар производилась раскрыжовка хлыстов хвойной древесины на пиловочные бревна, раскрыжовка лиственной древесины на тарные крыжи и дрова. Пиловочные бревна в лесопильном цехе распиливались на пилорамах, на необрезной и обрезной пиломатериал, на брусья разного сечения, в основном 100 на 100 миллиметров, техбрус или техтара. Из лиственных крыжей выпиливали тарную доску для плодоовочных ящиков. Из березовых дров выжигали древесный уголь в специальных выжигательных печах. Тарную доску упаковывали в пачки, пиломатериал и техбрус укладывали в пакеты и складировали штабеля на территории объекта вблизи башенного крана. Пакеты грузили в автомобили КАМАЗ башенным краном. КАМАЗы вывозили пиломатериалы по построенной автомобильной дороге до Бондюга и далее в Соликамск. В Соликамске на прорельсовом складе КАМАЗы разгружались. Век Соликамских узкоколеек подошел к концу. Лес вырубили. Вырубили весь огромный лесной массив, тянущийся на десятки сотни километров границы с Коми. В 2011 году были вывезены последние кубометры древесины по Чепецке УЖД. В октябре 2011 года Чепецкое УЖД было полностью разобрано, а в ноябре 2011 года была ликвидирована Чепецкая колония. В настоящее время станция заросла травой, как и весь поселок. Кто-то родился и вырос в этом поселке. Кто-то проходил здесь службу. Кто-то отбывал свой срок. У каждого остались свои воспоминания об этом периоде жизни. Все это теперь уже в прошлом. И это наша история. «Музыка» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok